Я продолжаю давать по главам трактат флорентийского мыслителя и государственного деятеля Никола Маккиавелли «Государь». Трактат «Государь» был написан около 1513 года, но опубликован лишь в 1532 году, после смерти автора. В этом трактате Никола Маккиавелли описывает методологию захвата власти, методы правления, умения, необходимые для идеального правителя. Очень интересная книга, которая является некого рода Библией для наших президентов, не только для президентов постсоветского пространства. Она и была написана для правителя, для герцога Урбинского, правителя Флоренции, Флоренция Дипьера Медичи. Я продолжаю давать по главам трактат флорентийского мыслителя и государственного деятеля Никола Маккиавелли «Государь». Трактат «Государь» был написан около 1513 года, но опубликован лишь в 1532 году, после смерти автора. В этом трактате Никола Маккиавелли описывает методологию захвата власти, методы правления, умения, необходимые для идеального правителя. Очень интересная книга, которая является некого рода Библией для наших президентов, не только для президентов постсоветского пространства. Она и была написана для правителя, для герцога Урбинского, правителя Флоренции, Флоренция Дипьера Медичи. Итак, глава пятая. Называется она «По какой причине в царстве Дария, захваченном Александром, после смерти последнего, не вспыхнул мятеж против его преемников?» Узнав о трудностях, связанных с удержанием новых владений, кто-то может задать вопрос, почему не вспыхнуло восстание в Азии, которой Александр Великий овладел за несколько лет и вскоре после этого умер, пишет Маккиавелли. Следовало ожидать крушения его государства, однако преемники Александра держались у власти, и единственным препятствием, которое встретилось им при этом, были раздоры между ними, вызванные их собственным властолюбием. На это я отвечу, что все известные до ныне принципаты бывали управляемы одним из двух способов. Либо в них был один государь, а все прочие – это подневольные слуги, содействующие ему в управлении по его милости и соизволению, либо государь правил вместе с баронами, которые обладали своим саном не по прихоти властителя, но благодаря древности происхождения. У этих баронов есть собственные владения и подданные, признающие их господами и питающие к ним естественную привязанность. Государство, управляемое монархом через его слуг, дает правителю больше власти, ибо в такой стране верховным владыкой признают только его, а прочим должностным лицам подчиняются, как государевым чиновникам, которым никто не питает особенной любви. В наше время примеры двух разных способов управления являют французский король и турецкий султан. Вся турецкая монархия подчиняется одному господину, все остальные – его рабы. Все царство разделено на санджаки. Санджаки – это территориальные округа, куда султан назначает управляющих и заменяет их, когда и как он того пожелает. Французский же король Истари окружен множеством господ, которые пользуются властью над своими подданными и их любовью. У них есть свои привилегии, на которые королю посягать небезопасно. Если сравнить эти два государства, то можно убедиться, что завоевать владение султана трудно, но, одержав победу, их легко сохранить за собой. Трудности овладения державой султана заключаются в том, что завоеватель не может быть призван туда местными князьями и не может рассчитывать на то, что его предприятие будет облегчено мятежом султанского окружения. Как вытекает из вышеназванных причин? Рабов, которые всем обязаны султану, не так-то легко подкупить. А если и удастся, то от этого следует ожидать мало пользы, ведь они по вышеупомянутным соображениям не смогут увлечь за собой народ. Поэтому нападающий на султана должен готовиться к встрече со сплоченным врагом и рассчитывать больше на собственные силы, чем на раздоры в стране противника. Но если турок потерпит все же поражение в битве, такое, что он не сможет оправиться и набрать новое войско, то угрозу следует видеть только в выходцах из правящей династии, расправившись с которыми можно никого больше не бояться. Ибо все остальные не пользуются влиянием в народе, и как раньше завоеватель не мог на них рассчитывать, так и теперь ему не нужно их бояться. Противоположным образом дело обстоит в королевствах, управляемых подобно Франции. Туда нетрудно внедриться, сговорившись с кем-нибудь из баронов, например, среди которых всегда много недовольных и охотников до перемен. По этим причинам они расчистят перед тобой путь и свою страну, и облегчат твою победу. Но, желая удержать завоеванное, ты столкнешься с бесчисленными трудностями, вызванными как помогавшими, так и противостоящими тебе баронами. Тут уже недостаточно будет истребить семью государя, а придется иметь дело с этими сеньорами, которые возглавят новые мятежи. Их невозможно ни удовлетворить, ни уничтожить. Поэтому при первом удобном для них случае ты лишишься власти. Итак, если вы рассмотрите природу Дарьева царства, то вы найдете в нем сходство с турецкой монархией. Вот почему Александру необходимо было целиком всколыхнуть его и разбить Дарья в сражении. Но после победы и смерти царя Александр мог не опасаться за свою власть по вышеизложенным причинам. И если бы его преемники не ссорились между собой, они безмятежно могли бы наслаждаться властью. Ведь в этом царстве не было никаких беспорядков, кроме вызванных их бессовестными распрями. Но управление государствами, устроенными подобно Франции, влечет за собой куда больше забот. Этим и были вызваны частые восстания против римлян в Испании, во Франции и в Греции. Многочисленностью княжеств, на которые были разделены эти страны, пока память о них была свежа, господство римлян не отличалось прочностью. Но когда эта память развеялась, благодаря могуществу и долговечности власти римлян, их владычеству уже ничто не угрожало. И даже когда римляне стали воевать друг с другом, каждого из противников поддерживала та часть названных провинций, где он располагал властью. Династии прежней знати угасали, и жители признавали правителями только римлян. После всего вышеизложенного никто не удивится той легкости, с которой Александр удерживал за собой государство в Азии, и тем трудностям, с которыми столкнулись пир и многие другие, желая удержать завоеванное. Это было вызвано не наличием или отсутствием доблести у завоевателей, а различиями завоеванных стран. Это была глава 4. По какой причине в царстве Дария, захваченном Александром, после смерти последнего не вспыхнул мятеж против его преемников? Никола Маккиавелли, Государь. Читала Зоя Климёк.